В музее Степана Эрзи в рамках музейно-педагогического проекта «Мы нашли таланты» состоялось торжественное открытие выставки работ воспитанников в социальных учреждениях Мордовии. Они нашли таланты. Проект реализован на базе музея Эрзи. В этом году сама директор проводила мастер-классы. Проект длился полгода. За это время детей из самых социально незащищенных слоев, сироты слабослышащих, учили рисовать. Это называется ныне модным термином арт-терапия. Говорят, она способствует выздоровлению, лечит как физические, так и душевные недуги. И вот первая выставка. Наравне с именитыми художниками представлено 50 работ 13 талантливых школьников. Наставница признается, что дети, рано столкнувшиеся с недетскими проблемами, чувствуют этот мир по-особенному. Когда идет какое-то то или иное нарушение, то обостряется что-то другое. И вот эта арт-терапия для таких детей, она очень нужна. И, допустим, есть такие девочки, которые, на мой взгляд, как художника, как педагога, специалиста, они так интересно компоновали, прям совершенно как-то так очень энергетически, безбашенно. Такие композиции выдавали. То есть это, конечно, говорит о том, что они способны. Цель проекта – поддержать детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Помочь в социальной ориентации, найти себя, не потеряться. Обрести интересный опыт и попробовать себя в творчестве. Самый большой подарок этой акции – возможность поступить в художественное училище при поддержке спонсоров. С детства я мечтала стать дизайнером. Это было мое большое желание. Сейчас я учусь в Саранском художественном училище Несачкова. В данный проект помог мне в этом. Я считаю, что если бы не было искусства, людям было бы сложнее жить в этом мире. Ах, вернисаж, тут есть и портреты, и пейзажи, нарисованные руками детей, илгинского детского дома, приюта надежды и интерната для детей с нарушениями слуха. Суровая реальность отняла у одних родителей, у других возможность полноценно слышать. Но оставила главное – мечту – стать художниками и говорить с миром на языке искусства. Татьяна Дюфур, Григорий Денисов. Наши новости. Продолжение следует...